Радио Болтком Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха Проблемы настоящие и выдуманные Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская Служите программу Подоплёка по средам с 10 утра На Радио Болтком Подоплёка Здравствуйте, это программа Подоплёка Сегодня проведу и я, Олег Пека И сегодня мы поговорим о проблемах образования Не секрет, действительно, что сокращается и количество учащихся в школах И, в принципе, мы видим, что количество школ сокращается в связи с этим Но в то же время в школах не хватает учителей И, действительно, вот эта нехватка кадров, она становится иногда буквально критической И, учитывая на это всё, накладываются ещё и всевозможные коронавирусные, пандемийные ограничения И всё это делает, в общем-то, систему образования таким уязвимым звеном И очень многие родители учеников жалуются на то, что действительно ситуация, ну, как будто бы ухудшается с каждым годом Ну, насколько, вот так ли это, какие меры сейчас принимаются для исправления ситуации Вот обо всём об этом мы поговорим с нашим экспертом, с профессором Латвийского университета, заместителем декана по науке И директором программы докторантуры из Глейтыба за инотность Латвийского университета Занда Рубина у нас на прямой связи Здравствуйте, госпожа Рубина, доброе утро Доброе утро Ну, может быть, вот мы действительно начнём с того, что насколько, насколько сама система образования готовит, успевает подготавливать учителей Учитывая вот эту нехватку, то, что постепенно уходит старшее поколение учителей на пенсию И, в принципе, вот все расчёты показывают, что катастрофически это может стать большой проблемой Потому что не будет хватать педагогических кадров в школе А между тем, вот мы видим, что сокращаются и бюджетные места в педагогике Является ли это как-то, ну, идущим в разрез с потребностью в количестве учителей в школах? Знаете, вообще-то, я не знаю, откуда у вас информация, что бюджетные места сокращаются Но, в крайнем случае, в Латвийском университете ничего не поменялось У нас осталось столько же мест Но, конечно, не секрет, учителей не хватает Не хватает катастрофически И бюджетные места — это не решение Потому что, например, если речь идёт о программе дошкольного образования Учителя дошкольного образования или начальной школы То всегда вот эти бюджетные места, они наполняются Но если речь идёт о программе учителей, ну, предметов В основной школе и в средней школе То, в принципе, не всегда и не все бюджетные места полные И вопрос в том, во-первых, почему молодёжь не идёт учиться на учителя И это вопрос не только к нам Мы, конечно, можем рекламировать наши программы, как мы стараемся, да, конечно Но мы не одни в этой системе И, в принципе, это вопрос о престиже, о зарплате, о организации Потому что, в принципе, наши студенты Почти каждый, 90% студентов уже в первом курсе Начинают работать в школах Их расхватывают, понимаете? Просто расхватывают Они уже сразу, буквально на первом же курсе уже Да, и мы сейчас думаем, что, в принципе, может быть, надо было бы Чтобы министерство сказало Ну, ставь со второго курса Ну, поучитесь немножко, да Потому что потом студенты говорят Ну, понимаете, это же очень трудно учиться и работать И тогда качество образования, конечно, падает Но, в принципе, во-первых, не особенно популярна эта программа Учитель, ну, профессия Во-вторых, молодые учителя, они уходят в школы Они там работают Но, в принципе, больше, чем половина Не остаются более, чем пять лет Они убегают Ну, может быть, я немножко Ну, это как Не в прямом смысле, да, убегают Ну, вы поняли Они уходят со школы И, в принципе, это вопрос Вопросы и о поколениях, и о ценностях Я читала одно исследование Ну, это немецкое исследование Которые факторы важны для молодежи При выборе профессии И там самый первый пункт Самое главное было, чтобы было интересно Ну, учительская профессия, это интересная Ну, согласитесь, это не скучно Но, в принципе, конечно, очень важна и зарплата И очень важный фактор Ну, как сказать Открытость Многогранность профессии Чтобы была возможность Развивать карьеру И так далее И, в принципе, я преподаю философию образования Потому не ждите от меня точных ответов Я могу только характеризовать процессы Как я смеюсь всегда В принципе, получается так Что всегда, во все времена Образование — это консервативная социальная институция Она всегда была очень георархическая Правильно я сказала? Георархическая, да И как будто Устремлена назад Не вперед Потому что мы все время учимся Про то, что было до нас И, в принципе, это В технологическом В дигитальном обществе Профессия учителя Должна очень Очень меняться И Понимание Профессии молодежи Очень часто Но она противоречит Пониманию этой профессии У старших поколений Я тоже старшее поколение Да Я тоже Понимаю эти процессы Немножко по-другому Чем Наши молодые коллеги И, в принципе Один тезис Который я хочу сказать Звучит так Мы должны все понять Что не хватает Очень-очень хотеть И всем взяться за руки И учителя найдутся Но не найдутся Вы же сами сказали Что Не хватает Молодежи меньше Вообще Во всех профессиях Не хватает Сотрудников Людей Рабочей силы И В данный момент Я Довольно рада Инициатива Министерства О том Что Будет меняться Система Предоставления денег Самоуправам За образование Какая система Была раньше Раньше До сих пор она Деньги Идут за ребенком Значит школы Я опять Буду перебарщивать Школы Занимаются Рекрутацией Они Ищут детей Они переманиваются С одной школы На другую Но в принципе Наш министр Она сказала Что Ответственность За школы В принципе Это ответственность Самоуправы Это ее Хозяйство Хозяйство Школы Вы самоупрали И представьте Что у вас дома Ну квартира И Какая-то сумма денег И вы сами решаете И сами ответственны Как вы делите Можете вы Два телевизора Тебе Позволить Позволить Или не можете И это вопрос О качестве школ Количестве школ В принципе В самоуправе И конечно Эта система Тоже не идеальная Потому что Директора Больших школ Они сказали Сейчас нас обидят Нам скажут Что мы богатые И так Деньги Перейдут К маленьким Школам Понимаете В Латвии Государство В которой Это пропорция Между учеником И учителем В Евросоюзе Самое Мы У нас Я попробую По-другому сказать У нас На одного Учителя Почти Самое Маленькое Число Учеников В школе Значит Мы должны Менять Эту систему В принципе Мы дошли До точки Что надо Менять Систему В принципе Я Сейчас Скажу Такую Вещь Которая Не будет Популярна В вузах И мое Начальство Тоже Рассердится Может быть Но в принципе Государство Должно Планировать Сколько Учителей Математики Нам будет Нужно И представить Столько Буджетных Мест Сколько Их Будет Нужно Надо Планировать Потому что Вузы Тоже Работают По принципе Деньги Следуют За студентом И мы Берем Всех И может Он Быть Учителем Не Может Быть Учителем Потому что Нам Надо Зарплату Платить Ну вот Я в принципе Говорю Что Сейчас Будет Меняться Система Потому что Я помню В одном Интервью Ян Созелс Который Советник Министр Он сказал Ну что вы Думаете Что у нас Министерство Там В коридорах Сидят Учителя И мы Можем Их Как-то Поделить Ну ясно Что нигде Но их Нет Значит Нужно Менять Эту систему Досконально Это будет Очень трудно И больно Но все Таки Вот Как ее Поменять Так Чтобы Действительно Я понимаю Чтобы это Планирование Достигалось И чтобы Мы Учитывали Возможные Вот продолжение Сокращения Населения Демографические Ямы Понимали Что может быть Действительно Нас еще ждет Большее сокращение Вот Учащихся Младших Классов У нас Сокращение Учащихся Младших Классов Конечно Планируется И вообще Мы понимаем Что Общество Стареет В принципе Ну в Евросоюзе Не знаю В западной Культуре И В принципе Надо думать О новых Способах И видах Образования Но это Другая тема Это про Университеты Синьором И так далее Но В данной В данной Ситуации Во-первых Нам нужно Нужны Государственные Министерства Уже Начало Проект Разрабатывается Инструмент Чтобы это Планирование Можно Начать Сколько Учителей Нужно Где И это Действительно Как вы Сказали Я помню Я была В Германии Мангейнский Нет Магдебургский Университет Они сказали Мы не принимаем Ни одного человека Ни одного студента В программу Учитель гимназии Потому что Мы понимаем Что детей Родилось столько Учителя На пенсию Пойдут столько Значит Нам нужно Столько Такое количество Учителей Их хватает Мы не набираем Мы не тратим Государственные деньги На это Значит Это один пункт Второй пункт Нам надо Думать Если про Университеты Про Сейчас Новый тренд Микроквалификации Вот Чтобы Учитель Он смог Преподавать Несколько предметов Уже Сейчас Все учителя Которые готовятся В Латвийском университете У них Две квалификации Интересно Если ты начал Как дошкольный учитель Ты можешь Вторая специальность Учитель Начальных классов Потом Можно комбинировать Разные Разные специальности Английский язык Русский язык Социальные Културологии Социальные навыки Нет Зинейбас Как это называется Социальные Я не знаю Как это Пример перевести Социальные навыки Наверное И Нам надо Еще думать Про Про Вот этот Аспект Что Если у человека Что у нас Эта новая Программа Одногодовая Мац Ицпакс Которая Называется Она разработана В университетах И Уже Реализуется Сотрудничество Средствами Миссии Я это Такая Ну Не государственная Организация Наверное Наши слушатели Может быть Слышали И там Набирается Группа Людей Которые Получили Образование Основное Высшее Образование Например По физике По истории По По английской Филологии Они Они за год Учатся Только Педагогики И получают Квалификации Учитель Надо спрашивать Конечно Это не 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 понижает Качество Ну Трудно сказать Там видно Будет Да Потому На историка И потом За год Получить Образование Учителя Истории Но Понимаете Это опять У него нет Этих двух Специальностей Это только Одна Специальность Потому что За год Ты вторую Не получишь Но потом Если ты хочешь Вторую Специальность Ты можешь Идти на Эту Микроквалификацию Там Опять Таки Курсы 160 Часов Я думаю И тогда Можно получить Вторую Квалификацию Но В принципе Мы сейчас Пробуем В Латвии Внедрить Вот эту Систему Которая В других Странах Уже Достаточно Развитая Но В принципе Я опять Скажу Что-то Очень Непопулярное Я С примером У меня Такой Знакомый Из Финляндии Пека Элло Он учитель Философии И он Работает В 40 школах В 40 За полярным Кругом Уже Давным Давно Он Через экран Ну это Философии Понимаете Это не математика Начальной школы Средняя школа Философии Он через экран Ран читает Лекцию Работает С школьниками Ну каждая школа Там за полярным кругом Там 2-3 ученика Выбирает Философию Ну они там Все набираются И он говорит А я на вертолете Раз в семестр С каждую школу Прилетаю И конечно У нас там Ну еще Самое право Должна Вертолет Купить Да Тогда Ха-ха-ха Но Но в принципе Это тоже Выход Мы например В высшем образовании У нас Конечно Мы сами Это не придумали Нас тоже заставили Ну в кавычках Заставили Да Мы сейчас Объединяемся Мы закрываем 22 программы По Учительскому образованию По педагогике И открываем 7 новых И эти программы Они реализуются Во всех университетах Значит Например Латвийский университет Главный По магистратуре И эту же программу Реализует Ле-па-ай-ай-дау-гау И получается Что мы Концентрируем Наши Наши силы И вот программа Докторская программа Которой Я руковожу Она В Латвии осталась Одна единственная Четыре университета Все работают вместе Мы не тратим Денег Столько Сколько Стратились Когда Было 7 В Латвии Было 7 докторских Программ По педагогике Ну зачем И в принципе Я говорю Это будет трудно И это будет больно Но нам что-то надо Ну так досконально менять У нас Не получится Не получится Есть звонок Я напомню Что Да Занда Рубена Это профессор Латвийского университета Заместитель декана по науке Директор программы Докторантуры Из Глитты Базинатность Здравствуйте Доброе утро Скажите пожалуйста А как у вас Преподавательским составом Вы В высших учебных заведениях Ведь вы сами говорите Население стареет И потом Согласитесь Что не всякий Ученый Не всякий Преподаватель Вернее Профессор Не всякий Может быть Преподавателем Это надо все-таки Иметь какую-то склонность Спасибо 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 за вопрос Очень актуальный вопрос Между прочим Опять-таки Государство Работает над этой темой Очень активно У нас Несколько процессов Сейчас Начато уже С 18-го года Во-первых Мы У нас Фонды Чтобы Чтобы Принимать на работу Молодежь Специальные фонды Но конечно С этими фондами Опять-таки Европейские фонды Структурные Структурные фонды Опять-таки Получается проблема Потому что Иногда Тот молодой человек Который Получает деньги И грант Из этого фонда Немножко больше Заработает Чем профессор И опять-таки Нечестные И вот он Получает эти деньги Два года А потом Что будет потом Во-вторых Второй процесс Значит молодежь Второй Это интернационализация Мы хотим Чтобы Повысить Качество Преподавания В Латвии И приглашать Коллег Из-за рубежа Опять-таки Мы Опираемся Останавливаемся У вопроса Сколько Сколько Мы можем Заплатить Но Сейчас Вот это Отдаленное Образование Она нам Помогает Потому что Профессор Наш Дир Кифенхалер Мангеймский Университет Он-то из Мангейма Работает С нашими Студентами Он просто Подходит К своему Компьютеру И все Но в принципе Да Преподавательский Состав Тоже Стареет Я всегда Смеюсь Мои Одноклассники Они в принципе Уже пожилые люди Бизнес Работает И так далее А я молодежь Да Я считаюсь В университете Еще молодое поколение Да И Знаете Радует Радует Но Это юмор Конечно Но в принципе В принципе Да Очень Академическая карьера Она Очень Трудная Очень Долгая И пока Ты не стал Ну хотя бы Ассоциированным Профессором Зарплата Ну Если Если человек Работает Как в этом фильме Был Нет Это было Который фильм На одну зарплату Да На такси Не На одну зарплату Тогда В принципе Наверное В школе Зарабатывают Больше Если без докторской Степени На одну зарплату Что же значит На одну зарплату Если нет Проектов Если нет Научной работы И если нет Административной работы Потому что Мы Все говорят О Учителям Преподавателям Очень легко Работать У них Целое лето Свободное Нет Учителя И преподаватель Работает И вечером И по воскресеньям И летом Мы пишем Статьи Работаем Работаем В проектах И Потому что Ну так Мы набираем Набираем Скажем Ну я не хочу Сказать Сумму Ну мы Мы можем 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 Жить И Скажем Достаточно Нормально Да Конечно Я тоже Переживаю За 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 Я Переживаю Как я буду Себе Чувствовать Когда я Увижу Эту Латвию Из газа Новую Сумму Да Но все равно Я знаю Что у меня Не закончится Так Чтобы Я не Я не Как пенсионер Но Это Вопрос Вопрос Качества Высшего Образования Он действительно Очень Зависит От От Ну Качества Преподавательского Состава И И В Латвии Мы Сейчас Пробуем Достигнуть Уровня Европейского Но Опять-таки Останавливаемся У разных Разных Преград Но Вот Как раз Когда мы Говорим О качестве Образований Вообще О том Что Сейчас Вот Эти Программы Мац И Спекс За один Гот Готовят Преподаватели Не Является Ли Это Немножечко Таким Понижением Статуса Педагога Школьного Который Всегда Считался Ну Что Это Вот Целая Профессия То есть Люди Посвящают Этому Жизнь А тут Кажется Вот Как будто Б Человек Со стороны С улицы Взял Вот Несколько Уроков И Дальше Может Заниматься Тем же Самым Что И ты Ну В принципе Я Уже Я Уже Пробовала Про это Сказать Но С одной Стороны Мы Можем Считать Это Кризисным Решением Потому Что Действительно Некому В класс Ити Если Мы Приглашаем Родителей И так Далее С другой Стороны Поменялось Ну Сейчас Сфера Философии Образования Мы Живем В мире Где В принципе Я Помню Я Такая Старая Что Я помню Когда Говорилось Что 25% Профессий В которых Будут Работать Наши Ученики Еще Не Придуманы Но Сейчас Уже Говорят 65% Этих Профессий В принципе Мы Живем В мире Где Практически Невозможно Одному Человеку Всю Жизнь Делать Одно И То Же Работать На Одной Профессии Представьте Если Продолжительность Жизни В принципе С В Европе Подолжительность Жизни Она Удвоилась И Если Моя Мама В этом Году Будет 90 Она Родилась В 32 Году Она Родилась Во время Когда Еще Не было Не Представьте Ни телевизора Ни Ни Одной Технологии Это Совсем Другая Культура И Ну Я Помню Она Что Она Перестала Работать И Принимать Участие В Ассоциации Дизайнеров Потому Что Пришли Технологии И Она Не Умела Больше И В принципе Прошло Время И Она Не Вернется Никогда Когда Мы Могли Получить Диплом По Высшему Образованию В Квалификации Всю Жизнь С Этим Дипломом Жить И Радоваться Эти микроквалификации Они Они Станут Актуальными Актуальными Более Более Актуальными Чем Чем Но Профессия И статус Учителя Поменялся Досконально Тоже С начала Дигитальной Культуры С С началом Информационного Общества Потому Что Мы Сейчас Вы Вы же Сами Знаете Что Мы Живем В мире Который Наша Посредневная Жизнь Она Меняется Такой Скорости Что Мы Не можем Мы говорим Что Нас Не хватает Времени И так далее И Мы Теряем Как будто Ценность Прошлого И больше Ориентируемся На ценности Будущего Технологии Разные Научные Открытия И так далее А учитель Помните Я сказала Он всегда Работал На На Прошлое И В принципе Во всем мире Меняется Меняется Престиж И место Учителя В обществе Учитель Вырос Из 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 Скажем Церковного Дела Сначала Учителя Ведь были Вот Гарри Я пропал Я не знаю Как русский Сказать Тот Кто работает В церкви Как его зовут Священнослужители Священнослужители Да Сначала Были Священнослужители Потом Потом Они стали Людьми Из общества Но Вначале Учителя Были И без Им Нельзя было Выходить Замуж И жениться И в принципе Учитель Был Самый Умный Человек В городе Он Ну в городе Был Например 1092 год Талсы Один учитель Один священник Один доктор Доктор Может вылечить Меньше Болезней Учитель Учит Только читать И писать Но в данный момент И было В Латвии Было Еще Это Не Латвия Да Начало 20 века В латвийской территории 2% Людей С Гимназийское Образование Очень мало Сейчас У нас Норма Ну если вы Спросите У своих Если мы спросим Слушателей Какое образование Вы желаете У своих детей Все скажут Высшее А кто не хочет Высшее Все хотят Высшее И получается Что учитель Он В этом контексте Он уже Не самый Умный человек Советский учитель Имел Еще Один Один плюс Он был И идеологическим Работником Он Ну Согласитесь Да Он имел И Идеологическую Силу И В данный момент Мы В программе Доктор Антуры Одна докторанка Пишет диссертации О том Как поменялось Понятие Авторитета Учителя В мире В начале 21 века Потому что В принципе В 20 веке Авторитет Учителю Был дан Автоматически Если я Полицейский У меня есть Авторитет Если я Учитель У меня тоже Есть авторитет Потому что Я самый Умный Человек В городе Но В дигитальном Культуре Поменялась Эта ситуация Учитель Не самый Умный К тому же В технологическом Обществе Помню Да Извините Продолжать Продолжать Я пока Его сброшу Замок В принципе Идея такая Что Всегда было так Что если я старше И образованнее Значит я умнее Умнее Да А сейчас Появилась Сфера Это сфера Дигитальных технологий Где Если я что-то Нажму Я не буду звонить Академику Наук Я буду Звонить Буду кричать Своим детям Я что-то Нажала И они мне Помогут Появилась Сфера Экспертизы В которой Человек Который Моложе И менее Образован Может быть Умнее И это Опять-таки Скажем Лобовое Столкновение Между Поколениями И Поэтому У нас Мы теряем Престиж Учителя Престиж Родителей И В принципе Это герархия Которая В обществе Между Детьми И взрослыми Тоже Меняется В данный момент Мы Находимся В такой Ситуации Шока Никто не Понимает Как Надо Действовать Дальше И это Тоже Влияет На Аргументы Почему Аргументы Почему Молодые Люди Выбирают Или не Выбирают Профессию Учителя Потому Гимназию Попросил Вести Радиокружок Или Кружок Физики С такими Глазами Страшными У вас Нет Педагогического Образования Да я Любого Окончившего Университет Сто раз Грамотнее И опыт У меня Есть А вы Кричите Что нет Учителей Вот таких Вот у нас Очень много Которые Могли бы Учить И Они Нам Не дают Какие-то Педагогические Знания Какие-то Ну вот Да Есть люди Которые Хотели бы Может быть Передать Свои Знания Ну вот Как бы Вне Классных Каких-то Занятиях Вести Какие-то Кружки Там Объяснять Что-то Рассказывать Детям Увлеченно Ну Скажем Я могу Ответить Так Мне Мне Конечно Очень жаль Что такая Ситуация Была В данной Школе Но Директор Он тоже У нас Есть закон И В демократическом Обществе Закон Можно Поменять Но Если он Такой Директор Должен Иметь этот Закон Ввиду Но В принципе Если человек Имеет Квалификации Компетенции Чтобы Чтобы Работать В кружке Радиокружке Или Кружке Физики Он может Идти В центр Образов Ну И В какой-то После Внешкольной Школьной Какая-то Кружок И Но Знаете Но закон Все равно Он Сейчас нам Говорит Что И наш Слушатель Должен Закончить Там 70 часов Педагогической Квалификации Ну Я там Я особенно Помочь В этом Не могу Человек Может сам Организовать Кружок Это единственное Что я могу У нас еще один Просто звонок Здравствуйте Добрый день Добрый день Да Пожалуйста По-моему У вас Очень неправильный Посыл Господа Профессор Вот смотрите Вы упоминали Финляндию И вот Какой престиж Профессии Преподаватель Финляндии Вы же знаете Какая Аплата И у них Образование Сейчас наверное Чуть ли не на Первом месте В Европе Так что Не на первом месте Так что Вот это Вот Ваш посыл Что Учитель Не самый умный И дальше Значит Подисходящий Он абсолютно По-моему Ложный Потому что У нас Не хватает Три с половиной Тысячи Местессер Сколько Не хватает Учителей И этот процесс Усугубляется И всем На него плевать Потому что Если бы Повернули Значит Вот именно С точки зрения Престижа А главные Оплаты То все было бы По-другому Еще раз Финляндия Ваш пример Очевиден И опьет И кричит Спасибо Спасибо большое Да Но вот Действительно Может быть Если Увеличить Оклады Учителей Сделать так Чтобы Это стало Очень такой Выгодной Профессией Шли бы Охотнее Потому что Ну всем Понятно Что к сожалению Учителя Не очень Хорошо Обеспечены Скажем так Я могла бы Дискутировать С нашим Слушателем Достаточно Долго Но не имею Возможности Конечно Зарплата Это очень Важный Фактор И Сейчас Например Министерство Думает О О стипендиях Тем Которые Учатся В программах Учителя Но они Еще думают Я никому Не обещаю Я ничего Не знаю Это не Для протокола Но министерство Думает О стипендиях Целевых Ну как Целе Устремленных Стипендиях Для студентов Учительских Программ С учетом Того Что если Ты получил Эту стипендию Ты должен Пять лет В школе Работать Но конечно Зарплаты В Латвии В принципе Государственные Зарплаты Но они Не Не Конкурируют Да И я Согласна С нашим Слушателем Что Да Медсестр Не хватает Они Получают Образование Уезжают Работать В Норвегию Да Но зарплата Одна Сама по себе Проблему Не решит Что насчет Что насчет Финляндии Финляндия Системно Меняла Престиж Учителя И Между прочим Ну я Как все Которые Работают В образовании Ездила В Финляндии Смотрите Что там Вот как Это чудо Да Как оно Действует И например Они Они Поменяли Систему Систему Образования Учителя Они поменяли Отношения Это была Государственная Такая Рекламная Акция Они Меняли Целесообразно Престиж Учителя И например Я помню Что Мне казалось Что как будто Там То же самое Что у нас И все таки Не так Потому что Учитель Он не был Над Учениками Он был Как-то На одном уровне Он Никого Не упрекал За дисциплину И так далее И все таки Эта дисциплина была И мы Мы спрашивали Как они Как они Этого Можут Достичь И И в принципе Они Все таки Хочу Возвратиться К этому Самому Умному Человеку Который Был Учитель В 20 Столетии И сейчас Он Один Из этого Из общества Которое Дискутирует Вместе С учениками И в принципе Молодежь Молодое поколение Они не любят Герархию Они не любят Дискриминации Они хотят Такую профессию Чтобы они Были Имели права И права Были Ну Такие же Как у всех И Если Если Мы сможем Поменять Свою Систему Во всех Уровнях Тогда Мы Тоже Можем Думать Думать О том Что мы Можем Достигнуть Уровень Финляндии Эстония Как всегда Уже 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 Они Очень Очень Много Имели Ввиду Опыта Финляндии Но Я скажу Вам так Если Мы Сейчас Всем Поднимем Зарплаты Вы Думаете Что Это Корреляция Между Качеством Работы Учителя И Зарплатой Не Обязательно Не Обязательно Это Не Единственный Фактор Но Очень Очень Важный Я Помню Ремарк Говорил Деньги Не Делают Человека Счастливого Счастливого Но Отсутствие Их Совсем Тоже Не Делает Его Счастливого А вот Вчера Мы Как раз Беседовали С Очень Интересным Человеком Преподавателем Михаилом Казинником Он Музыковед Но Он Также Очень Ратует За изменения Ну вот Я понимаю Он Из России Поэтому В Российском Образовании Говорит Вот Есть Сейчас Такая Проблема Вот Именно Обучение Что Каждый Предмет Изучается Отдельно Вот Ну то есть Географ Рассказывает Про Одно Приходит Историк Рассказывает Совершенно Другое А вот Он Пытается Вот Ну как У него Есть Какая-то Частная Я понимаю Школа И он Говорит Что Я стараюсь Сделать Так Чтобы Было Понятно Что Если Мы Изучаем Историю Англии И историю Шекспира Нельзя изучать Вне Контекста Историю Англии И вот Все Должно Быть Вместе То есть Мы Изучаем Ну Все В комплексе То есть Должно Быть У нового Ребенка Должны Быть Какие-то Представления Вот Насколько В Латвии Такая Ну потому Что Иногда Действительно Создается Впечатление Что Каждый Предмет Изучается Отдельно И Разрушаются Как-то Связи Между Предметами Ну Вот Эта Новая Система Школа Она Как-то Она Эту Идею Проблемного Обучения И хочет Перенять Что Если Мы Говорим О истории Англии Как вы Говорите То Мы Говорим Про Англии В химии Физике В искусстве В музыке В литературе Везде И Это Например Финляндская Финляндия И сейчас Они Несколько Лет Кажется С 16 Или С 15 Года Они Перешли На Это Проблемное Обучение Я не знаю Может по-русски Надо говорить По-другому Этот термин Я не знаю Но это В принципе Одна проблема Во всех Предметах У нас Сейчас Мы Скажем Проект Который Разрабатывает Эту Новую Реформу Обучения В школах У нас Меньше Предметов У нас Сейчас Скажем Не так Они Не дошли До Уровня Что все Предметы Будут Про Одну И ту же Проблему Говорить Но Если Есть Блок Стем Предметов Это Физика Химия Биология Математика И так далее Они Все Работают Вместе С одной Темой И Например Литература Искусство Музыка И так далее Эти Предметы Опять Работают Все Вместе Но Это Скажем Модульное Обучение Или Проблем Ориентированное Обучение В школах Она Очень Хорошая Я знаю Школы В Латвии Где Конечно Не противореча С программами И со Стандартами Школы Следуют Этим Принципам Я знаю Частную Школу Которая Этим Занимается В средней Школе Что Все Ученики Работают Девят Это Получается Девят Нет Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Класс Они Все Работают В этом Проблемным Модулем Это Очень Хорошая Система Потому Что Фрагментация Образование Это Большая Проблема Для Нас Всех Но Действительно Ли Не хватает Как жалуются Иногда Методических Пособий Методик По этой Реформе Школы 2030 Я Буду Дипломатом Скажу Что Не хватает Но Почему И что Делать Надо Спрашивать Специалистам Которые Работают В этом Проекте Готовятся Ли новые Учителя Для Русских Школ И Действительно Ли Эта Профессия Интересна Для Русской Молодежи Или Для Латвийской Молодежи Идти В русскую Школу Преподавать Первое Что я Хочу Сказать Что Нет Специальное Направление Для Русских Школ Это Учитель Русского Языка Как Родного Языка Остальные Все Учатся По Одной Программе И Это Ну Потом Люди Решают Они Идут В школу Нацменьшинств Или Школу Государственным Языком Обучения Про Студентов Очень Много Студентов Которые Приходят Из Русских Школ Очень Много Студентов Которые По Национальности Дома Разговаривают На русском Языке И в Магистратуре И в Докторантуре И между Прочем Я не могу Сказать Что Обязательно Если человек Русский Он уходит Работать Русскую Школу Я знаю Несколько Несколько Очень хороших Примеров Где Я не буду Называть Фамилии Но если Кто-то Из них Слышит Сергей Или Лев Они работают Учителями В Латвийских Школах И скажем Что В этой Программе Учитель И длинный Четырегодовалый И в Короткой Программе Там есть Такая Методика Которую Обучаются Студенты Называется КЛИЛ Это Интегрированное Обучение Языку И предмету И Используется Два языка Русский И английский Значит Это Методика Учитель Умеет Работать Используя Методику Которую Ты можешь С одной Сторон Учить Язык И с другой Сторон Уже Прегмент Это Ну скажем Такая Инновация Последние Годы И я Спрашивала Коллег Учителей Из Школ Нацменьшинства Они Говорили Что Достаточно Хорошо Хорошо Действует Эта методика Потому что Особенно в начальных Классах Потому что Вы знаете Чем человек Ребенок Младше Чем ему Легче Научиться Языку Я Например Не знаю Как я Научилась Русском Языку Каким Образом Мама Меня Взяла С собой В санаторий В Адайсу Мне было Пять лет Поехала туда Не умела Разговаривать Вернулась Через три недели Говорила Я не знаю Как это Произошло И мамы Тоже Не знаю Волшебный Город Действительно Такие Ребенком Очень легко Впитывать Вот именно Другой язык И другую культуру Потому что Он же не знает Что он говорит На другом языке В принципе Ну да Просто Говорит Там были дети И была девочка Ирина Ира Я с ней говорила И ну Заговорила Я не знаю Как это произошло И в принципе Я думаю Что Это конечно Очень Очень Сенситивный Очень Чувствительная Тема Про язык В школе И образовании Но в принципе Каждый язык Который мы знаем Наше Наше богатство Я например Очень рада Что я могу По-русски Говорить И участвовать Не только В радиопередачах За что мы говорим Действительно Огромное спасибо Я просто смотрю Уже Что время Нашей программы Заканчивается А сегодня В программе Подоплека Принимала участие Занда Рубена Профессора Латвийского университета И заместитель Декана по науке Директор программы Докторантура Изглиты Безвенатной С Латвийского университета Мы говорили О проблемах Действительно Образования Подготовки кадров Спасибо большое Надеюсь Что может быть Разговор еще Будет продолжен Потому что Очень много Осталось Еще за бортом Спасибо вам большое Хорошего дня До свидания